Пятница, вечер, лучи заката, кино. На специально оборудованной площадке неподалеку от Ленинградского моста о мечам показывают фильмы. Атмосферные вечера на набережной дарит Дом кино. В этом году в программе Летнего кинотеатра советские художественные фильмы. Мы очень долго экспериментировали. С 2017 года мы показывали и омское кино, и любительское кино с фестивалей, которые мы проводим, и документальные, и игровые фильмы. Но как-то публика более отзывчиво относится к советскому кино. Но и взрослое поколение, и средний возраст, и, конечно же, молодежь, которая в повседневной жизни по большей части советское кино не смотрит. Думаю, если фильм не интересен зрителю, он даже в хорошей атмосфере не будет его смотреть. Потому что мы понимаем, что у нас улица, у нас июль, жара, комары. Как бы, кто такое будет терпеть? Поэтому мы показываем такое хорошее кино. Нежданно-негаданно скромная работница сберкассы Жанна становится наследницей шикарной квартиры с большой коллекцией произведений искусства. Внезапно свалившееся богатство меняет жизнь девушки. Однако принесут ли такие перемены счастья? О романтической комедии Геннадия Мелканяна 1982 года слышали не все собравшиеся. Но каждый пристально следит за развитием сюжета. Ну, когда дядя умер? Ой, да может, он не умер еще. Я никогда не слышала о фильме, который будет сегодня представлен. И даже моя бабушка, которой 70 лет, тоже никогда ничего не слышала. Поэтому я абсолютно белый лист, ничего не ожидаю. Но на самом деле, мне кажется, иногда вот такие фильмы врезаются в память больше всего. В летний кинотеатр приезжают на велосипедах, приносят с собой пледы и попкорн. Многие просто не могут пройти мимо. Почему же советское кино так притягивает? Мне кажется, это классика, которая будет актуальна всегда. Просто интересно, вот как раньше снимали фильмы. Актерский состав хороший. Вот, их все знают практически. Она более глубокая и всегда современная. Проект «Кино под открытым небом» продолжает работать. 19 июля амичей ждут на просмотре советского ром-кома «Сватовство гусара» с Михаилом Боярским и Еленой Кореневой в главных ролях. А 26 июля музыкальной комедии Карена Шахназарова «Мы из джаза». Сеансы начнутся в 21.30. Площадка летнего кинотеатра находится в сквере у Дома кино.